Один из основных вопросов повестки первого после каникул заседания Губернской думы – поправки в бюджет. Областная казна получила из федерального центра более 6 миллиардов рублей. Значительная часть средств пойдет на борьбу с коронавирусом. Так, почти 700 миллионов выделят на выплаты медицинским работникам. 607 миллионов направят на дополнительное оснащение больниц. Больше миллиарда рублей направят на материальную поддержку безработных. Еще 641 миллион на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет. И более 400 миллионов на организацию бесплатного питания школьников. Также дополнительные средства пойдут на реконструкцию моста через реку Сок, на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Изменения бюджета направлены на стабилизацию в целом экономики Самарской области и на то, чтобы поддержать нуждающиеся категории, которые у нас на сегодняшний день работают. Системные все подходы, даже по изменению бюджета, они направлены именно на защиту человека, на защиту конкретного гражданина. Также на заседании стало известно об организации в регионе 130 дополнительных бригад неотложной медицинской помощи. Сегодня завершается уже подбор кадрового состава. Это будут ординаторы, возможно, это будут студенты наших самарских вузов. Мы обеспечим их необходимым автотранспортом и средствами индивидуальной защиты. Задача этих бригад – выехать к пациенту с клиническими признаками, с температурой, с другими проявлениями, оценить его текущее состояние, принять решение о необходимости госпитализации. В этом случае будет вызываться уже скорая медицинская помощь. На заседании губернской думы депутаты выбрали нового регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Губернатором Дмитрием Азаровым была внесена кандидатура Эдуарда Харченко, которую и поддержали депутаты. Мною будут организованы встречи с предпринимателями нашего региона, на которых я, как уполномоченный, буду детально погружаться в каждую проблематику. Конечно же, нужно будет детально погружаться и смотреть, разбираться. Еще одно важное решение – предпринимателям региона продлят налоговые каникулы. Депутаты губернской думы одобрили изменения в закон Самарской области о налоговой ставке в размере 0% для отдельных категорий налогоплательщиков. Нулевую ставку по налогам для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей решено продлить до 31 декабря 2023 года. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.